В нескольких километрах до города Заинск, в ночь субботы на воскресенье, около часу ночи по московскому времени, автобус «Неоплан» столкнулся с ехавшим в попутном направлении КамАЗом, который буксировал на жесткой сцепке грузовик «МАН». Автобус перевернулся и загорелся. Как видно на кадрах с места ЧП, салон выгорел полностью. От автобуса остался только каркас. По словам очевидцев, машина полыхала, словно крематорий. В ДТП погибли 14 человек, в том числе двое детей. Остальные пассажиры в больницах Республики Татарстан сейчас на ваших экранах в списке людей, которые находятся в медучреждениях Набережных Челнов и Альметьевска. Пострадавшие своевременно были доставлены в высокотехнологические медицинские центры, в травмоцентры первого уровня. Им на сегодняшний день оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия. У всех пострадавших сочетанные травмы, ожоговые различные степени и травматический шок. По одной из версий водитель не справился с управлением при обгоне. В компании перевозчики сообщили, что автобусом управлял очень опытный водитель и что машина находилась в хорошем техническом состоянии. Недавно проходила техосмотр. Автобус марки «Неоплан» был построен в 2008 году, осуществлял рейсы в Казань, Ушкар-Алу, Ижевск и другие города. Полная вместимость салона – 51 человек. Роковой особенностью строения автобуса стал его топливный бак, который располагается в правом переднем крыле машины. Само транспортное средство было зарегистрировано в Самаре. Принадлежала фирме «Евразийская корпорация автовокзалов». Задержан генеральный директор компании-перевозчика, по заказу которого осуществлялся рейс «Самара-Ижевск». В главном офисе компании прошли обыски. Проверку компании проводит прокуратура Самарской области. При выявлении нарушений прокуратура примет меры реагирования. Кроме того, будет дана оценка деятельности должностных лиц. В зависимости от того, какие нарушения, это может быть административная ответственность или вопросы о приостановке самой деятельности предприятия. Сейчас еще рано говорить, но тем не менее. Будут проверяться в том числе и вопросы безопасности перевозки детей. Сейчас отрабатывается несколько версий случившегося, среди которых ослепление водителя автобусов армии встречной машины. А родственникам погибших впереди предстоит тяжелая процедура опознания. Закончить ее планируют завтра, 4 июля. Андрей Горгуленко, Алина Чемерис, Василий Колдашов. События.